привет всем друзья нахожусь сейчас в лох я это недалеко от столичного региона и сейчас хочу вам показать цены на новые toyota здесь представлены новые бушные toyota поэтому посмотрим вместе сколько стоят машины новые финляндии это toyota центр в лох я сейчас я прохожу здесь обслуживание и решил заодно вам показать а сколько же новые машины у нас стоят ну и бушные также так что продолжайте смотреть и вместе с вами посмотрим какие машины можно купить именно здесь давайте посмотрим что же тут продается что посмотрим toyota corolla сколько стоит новая машина смотрите 30 тысяч пятьсот сорок одно евро в месяц можно от toyota получить кредит и 293 евро в месяц платить условия все я не буду читать вот 30 тысяч пятьсот сорок одно евро такая машинка здесь 1.8 литра мотор стоит гибридная toyota corolla сейчас мы пройдемся посмотрим все машины тут не так много здесь есть еще универсал toyota corolla универсал интересно что здесь два литра мотор расход кстати скажу у нее чуть поменьше чем у предыдущей версии стоит она 33 тысячи восемьсот семьдесят восемь евро такая машина и это все новые машины здесь есть еще вариант чуть подешевле 31 150 евро стоит в чем разница а мотор более маленький верхняя двухлитровый мотор пониже которая цена 18 литра мотор такие вот машинки это абсолютно новые машины ну здесь я не вижу что было это дебил система стерео вот руль полностью все кнопки есть в принципе такая машинка это все новое а здесь еще стоит за диод для велосипедов два велосипеда можно зацепить такой кронштейн специальный такая машинка давайте перейдем сейчас еще вот здесь какая то есть здесь у нас toyota yaris смотрите 20 тысяч восемьсот восемьсот восемь евро стоит 1 и 5 литра мотор и это не гибридный вариант я думал что toyota уже все гибридное продает но нет есть не гибридные варианты здесь написано средний расход объединенный 5 и 1 литра на 100 километров такая машинка кстати не знал что они ну как бы не сильно дешево лучше уже гибридную покупать посмотрим может быть и гибридный вариант какие-то про эту тут toyota corolla гибрид ничего не написано ну предыдущая на похожий вариант сейчас перейдем вот это интересный вариант это новая машина посмотрите как она выглядит я рис кросс называется гибрид хочу чтобы вы посмотрели как она выглядит со стороны это как я рис которая только что показал только это уже как такой городской джип можно сказать я рис кросс вот я сейчас вам покажу эту я рис да вот он так выглядит а это как поднятая версия мне кажется неплохо выглядит что-то напоминает по виду как си и черт по моему toyota если неправильно правильно помню вот так вот она выглядит сейчас посмотрим что у нее внутри гибридная версия внутри она выглядит реально почти как обычный я рис я бы сказал я езжу на я рис их регулярно и внутри вот нижняя часть она вся как у обычного я риса сейчас посмотрим цену 28 тысяч 295 евро средний расход 44 литра машина поднятая да наверно не расход должен побольше быть за счет лобового сопротивления что тут еще 1 и 5 литра мотор но как у обычного я риса и до актив я гибрид актив написано это на самая простая комплектация вот такая вот машинка интересный вариант я вам хочу сказать смотрите какой зазор у нее просвет такой клиренс хороший можно ездить спокойно по таким довольно сложным дорогам очень хороший вариант я считаю мне кажется она лучше чем сейчас р toyota мне я думаю должно быть побольше места чем все hr ну прикольно выглядит зацените машинку я не знаю если ваших странах такие сейчас машины в продаже ну очень интересно так что-то тут напутано короче это у нас raw 4 но про него информации никакой нету почему-то может быть он продан не знаю вот есть у нас toyota camry новая toyota camry спереди радар стоит в значке кто не знает это стоит машина 49322 евро почти как tesla тройка стоит вот 490 евро в месяц платить 2 и 5 литра мотор гибрид прям премиум модель но премиум модем мы посмотрим что тут внутри у нее так ну выглядит внутри она очень напоминает prius jbl колонки стереосистема jbl в принципе очень похоже на prius только здесь как в обычном автомобиле есть ручка переключения ну есть конечно больше опций всяких чем в обычной чем в prius и приуса кстати я здесь что-то не вижу здесь вот переключение ну тоже почти что то же самое что и в этом приусе но здесь есть вот электронная регулировка сиденья что еще тут такого ну я ничего сказать не могу что еще необычного вот такого было сзади посмотрим сзади у нас смотрите есть такая о для стаканчиков такая опция здесь еще какая-то кнопка я не знаю что она включает точно ну вот спинку можно засунуть можно откинуть и здесь есть вот для задних пассажиров тоже вентиляция видно уже кто-то сидел шаркал машину черный салон такой вот так вот она выглядит кстати смотрите какие у нее диски такие диски стоят такие диски ну так вот выглядит она камри стильно но дорого по моему мнению что-то 49000 за машину да она большая широкая смотрите широкая большая да она пошире будет чем prius здесь это какая-то бы лучше на машина уже с номерами стоит это вообще honda по-моему они это toyota что за toyota такая смотрите к у нее за странный королу я даже не знал что королла за это выглядит королла уже есть колеса внутри на дисках не на дисках не знаю вот так вот она выглядит с ключами можно сесть и поехать так тут есть машинка это у нас айго наверно toyota да toyota айго с одним дворником спереди кстати неплохо эта система работает я кстати такой вот модели сблизи так и не рассматривал видел их на дорогах тринадцать тысяч девятьсот девяносто машина девятнадцатого года и пробег не написан не вижу сколько она проехала километров да тут нету километража по моему а нет есть 23 506 километров но чем примечательна эта машина тем что у нее смотрите какая крыша тряпичная крыша как это сказать откидывающаяся крыша частично для лета на она хорошо такую машину иметь сейчас посмотрим изнутри мануальная коробка передач вот конечно вот это вот что-то это напоминает друзья как-то выглядит вот это вот дизайн вот этот вот именно айго как-то но вот я на старых версиях ездил мне не нравился вот этот именно дизайн такой простецкий какой-то так вот могли бы сделать что-то более современное а у руля посмотрите что тут около руля какие-то как аквариум какой-то но в принципе внешне машина нормально вот здесь есть подогрев сидений ткань такая довольно прочная смотрю наверно износостойкая 23000 проехал но есть некоторые повреждения на сиденье не знаю может что-то возили на нем есть пятно видно не отмыто это ладно так вот выглядит машинка вот такая машина на маленьких колесиках вот сейчас пойдем к другой машине перейдем здесь volvo одно стоит на продаже вот это вот что за volvo xc 60 бушная ну тут уже был уж на это понимаю машины пошли вот так она выглядит внутри кожи не кожи не знаю ну это volvo много места ну как бы посадка глубокая такая довольно что тут она стоит у нас 49 тысяч 890 евро машина восемнадцатого года что тут гибрид тоже написано 74 тысячи триста тридцать километров пробег расход что-то 2 и 1 непонятно можно заряжаемые как-то не очень понятно как такой расход они могли сделать 49 грамм на километр co2 есть подозрение что это заряжаемая ладно я не буду вникать вникать подробности в общем такая машина очень типа заряженная здесь написано так lexus lexus у нас такой вот lexus 45 тысяч 790 евро стоит тоже гибрид 218 лошадиных сил интересно что в лошадиных силах пишут они здесь пробег 36000 пойду в сторону покажу вам как это выглядит вот так вот вот средний расход на на 5 и 8 у них написано это по заводу понятно цвет интересный такой темно-синий какой-то ну сам руль со вставками деревянными ну вот эти вот вставки мне не очень нравится честно говоря но это на любителя кожаный руль видно вот такая вот машинка в любом случае я думаю что она найдется в его покупателя пойдем сейчас посмотрим вот еще машина у нас это toyota yaris 11 990 евро стоит что это у нас это обычный бензиновый мотор как я понимаю 990 тысяч ой 99 тысяч километров пробега такая машина ну просто обычная бензиновая машина вот как-то тут расход написан 45 видно на трассе 51 средний 6 и 2 в городе машинка а какого года она кстати 12 года машина не знаю 12 года за 11 990 дорого недорого здесь еще lexus 1 стоит сейчас я вам скажу что тут по цене цена у него 33 тысячи девятьсот девяносто евро all-wheel drive это значит все колеса ведущий до понимаю так шестнадцатого года машина до 33 990 хорошая четыре колеса ведущий lexus такая машина вот ну гибридная да получается такая моделька еще один лексус еще lexus вот это на самая дорогая машина которую можно здесь найти сравнить это на более новая получается модель чем это сейчас посмотрим 69 тысяч восемьсот девяносто евро был уж на я замечу 44 тысячи пробег у нее восемнадцатого года машина и это гибрид но почему то-то по моему ну ладно не будем вникать в это вот 44 тысячи пробег 69 тысяч восемьсот девяносто евро какая машина давать заглянем внутрь что там кого необычного ну как необычного ну все как бы как у всех машин вот так выглядит заглянем в эту сразу же тоже так такая машинка колеса вот есть комплекте вот это тоже ну запасной комплект вот это по моему машина все-таки больше местом там она 3 3 ряда сиденья у этой скорее всего только два ряда сидений да это трехряд на это скорее всего 7 человек по месяца такую машину осталось две машины это у нас toyota corolla 28 990 с 8 990 это гибрид toyota corolla гибрид универсал не универсал похоже на универсал все-таки она так выглядит какого года машина 29 тысяч пробег и машина 19 года середина года бизнес это значит самая жирная комплектация актив бизнес скорее всего самая жирная комплектация тебе ел здесь не вижу я почему бизнес наверно еще есть более крутой вариант премиум наверно какой-то вариант так вот выглядит это все так комплекте тоже есть колеса я осталась toyota corolla 19 года гибрид активно простая комплектация я как думаю пакет плюс какой-то один владелец всего городская заводская гарантия есть еще и 27 тысяч пробег стоит 26 990 тоже универсал и это универсал это универсал это даже чуть-чуть дешевле получается стоит там на улице может быть тоже что-то на продаже все знаю множество машин всяких стоит возможно это тоже на продаже что-то хотя я не уверен спасибо всем за просмотр такие цены были у нас финляндии на различные автомобили новые toyota и бушные пишите ваши комментарии сколько стоят подобные автомобили в вашем регионе будет интересно почитать дорого ли это если сравнивать с вашими ценами или нет все друзья до следующего видео с вами был григорий пока